Несколько человек ко мне обратились с просьбой прокомментировать видео, которое недавно разместили неуязычники. Видео это посвящено Рождеству Христову. И вот, если говорить очень коротко, то авторы этого видео пытаются убедить зрителей в том, что будто бы Рождество, а заодно и остальные христианские праздники были позаимствованы христианами из языческих праздников. Я посмотрел это видео и нашел его весьма занятным. Это, на мой взгляд, весьма примечательный обращик современной неуязыческой пропаганды. И я решил сделать на него обзор. Так что давайте вместе с вами посмотрим это видео и проанализируем то, что в нем говорится. Итак, смотрим. Наверное, нет более известного праздника в мире, чем Рождество. Даже Новый год не так сильно пропиарен. И все вроде бы просто и понятно. Христиане знают эту историю на зубок. Но, тем не менее, если покопаться, то невооруженным взглядом прослеживается тесная связь с другими, более ранними учениями. И сегодня вы узнаете 7 удивительных фактов о Рождестве. Никаких точных данных в Библии Как ни странно, в самой главной книге христиан Библии об этом важном событии сказано очень мало. А точная дата рождения Иисуса и вовсе не указывается. В Евангелии от Марка все начинается с Иоанна, который крестил всех желающих водой. Иисус Христос пришел к нему креститься сам, будучи уже взрослым. Похожая картина и в Евангелии от Иоанна. Ни о зачатии, ни о рождении Сына Божьего там нет ни единого упоминания. Так же, как и о его родителях Марии и Иосифе. Как вы видите, автор ролика создает у зрителей фестления, что в Библии вообще ничего толком про Рождество Иисуса якобы и не сказано. Упоминается Евангелие от Марка, самая короткая, Евангелие от Иоанна. Но вообще-то в Библии четыре Евангелия. И вот если мы с вами открываем первую главу Евангелие от Матфея, самого первого, то, что мы видим. Рождество Иисуса Христа было так. Далее рассказ о Рождестве Христа и сопутствующих событиях идет до конца первой главы и затем продолжается во второй главе. Рассказывается и о пастухах с Востока, и о звезде рождественской. Теперь смотрим Евангелие от Луки. Открываем первую главу. Здесь рассказывается история рождения Иоанна Крестителя, но также уже начинается рассказ и о Рождестве Христом, о том, что ему непосредственно предшествовало, о явлении Архангела Гаврила, Деве Марии. Далее во второй главе уже непосредственно рассказывается о Рождестве Христовом и рассказывается довольно подробно. Рассказывается о том, как ангелы явились пастухам, как пастухи пришли к родившемуся Спасителю. То есть то, что как раз показали в качестве иллюстрации в этом фильме в начале. Иллюстрации к празднованию Рождества, с хвалхами, пастухами, да, это все непосредственно взято из Евангелия. Итак, мы их схватили за руку первый раз, да, первая ложь, то, что якобы в Библии не описывается подробно о Рождестве Христа. Во всех Евангелиях о рождении Бога человека написано до безобразия мало, и все как-то расплывчато и сумбурно. Не упоминается ни одной даты, ни одного имени или настоящего названия населенного пункта, по которым можно было бы хоть что-нибудь точно узнать о дне и месте рождения Иисуса. Что касается места, опять же, смотрим Евангелие от Луки. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город, называемый Вифлеем. Вифлеем – это реальное название реального населенного пункта, который существует до сих пор. Теперь, что касается даты. Дело в том, что, когда писались Евангелия, не было еще унифицированной даже в рамках одной римской империи системы летоисчисления, даже унифицированного календаря. Народы, проживавшие в разных частях этой империи, могли иметь разные вот эти системы летоисчисления и разные календари. В частности, евреи имели лунно-солнечный календарь. Если кто не в курсе, что это такое, можете погуглить. Этот календарь, в отличие от солнечного, по которому мы сейчас живем, смещался по отношению к солнечному каждый год на какое-то количество дней. Как тогда указывали время? Ну, по тому событию, которое было хорошо известно современникам, когда оно произошло. И в Евангелии от Луки мы читаем. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к верению Сирию». Итак, здесь указываются события, которые хорошо известны были первым читателям Евангелия. А именно, что Рождество Христа произошло в правлении императора Августа, когда тот правил Римской империи. И в отличие от того, что уже второй раз соврали авторы этого фильма, Август и Кверини – это вполне конкретные имена реальных исторических персонажей. Еще одно имя в Евангелии от Матфея – это царь Ирод, также вполне конкретный исторический персонаж. Так что, на самом деле, в Евангелии и имена вполне конкретных исторических личностей, и вполне конкретные географические названия, и данные о времени, когда все это было, не с точностью до минуты, но с той степенью точности, которая была доступна для того времени, все это указано. Но, как мы понимаем, это все введения, и авторы две эти лжи используют для того, чтобы создать впечатление, что… В общем, главное событие всего христианского мира в Библии описано очень скудно. Но на самом деле, удивительного в этом ничего нет, потому что создатели культа Сына Божьего, умершего за грехи всего человечества, черпали вдохновение совсем в других источниках, и никто особо не утруждался в том, чтобы как-то скрыть плагиат. То есть вся эта вводка про Евангелие для этого была, для того, чтобы перейти к вот этой лженаучной и давно уже сто раз опровергнутой идее о том, что якобы христиане заимствовали все, и прежде всего самого Христа, из предшествующих языческих религий. Иисус и его близнецы Приглядевшись к главным героям различных религиозных верований, можно увидеть практически клонов христианского Иисуса. Как оказалось, такие личности засветились в Древнем Египте, в Персии, в Индии и не только. На самом деле, воскрешение Иисуса – это всего лишь одна из модификаций культа египетского бога Осириса. Подобный культ существовал в Малой Азии под названием культ Аттиса, в Сирии – культ Адониса, в землях Ромеи – культ Дионисия и так далее. Тут, конечно, сразу впечатляет феерическая безграмотность от авторов этого ролика, которые решили проследить нас и рассказать нам обжигающую правду. Во-первых, имя Дионисии пишется с одной «с». Ну ладно, это мелочи. Во-вторых, бога звали не Дионисий, а Дионис. Дионисий – это другое имя производное. Дионисиос, посвященный Дионису. В-третьих, что это за страна такая Ромея? В античные времена не было страны, которая называлась бы таким образом. Но на самом деле даже не буду учитывать это как примеры лжи, потому что это просто безграмотность. А теперь поговорим вот о лжи. Авторы приводят всех этих богов как якобы клона, а на самом деле даже предшественники Иисуса Христа, с которых и был якобы списан христианами его образ. Также они говорят, что якобы это все в вариации культа Осириса. Давайте начнем сравнивать. Итак, Аттис, он вообще не считался воплощенным богом. Он был изначально человеком, сыном Фригидса Калая, переселился в Лидию и учредил оргии. Зевс наслал на поля кабана, который умертвил его. По другой версии, в него влюбилась богиня Кибела, и когда он разлюбил эту богиню, решил жениться на другой. Кибела явилась на свадьбу и наслала на всех безумие. И видя все это, Аттис так сильно расстроился, что убежал в горы, оскопил себя и умер. А потом превратился в сосну. Теперь Адонис, он также не был изначально богом, но был сыном от кровосместительного брака одного царя, либо кипрского, либо ассирийского, с его дочерью. Он был пастухом и охотником на зайцев, в него влюбилась богиня Афродита. Сначала у них все было хорошо, родилось двое детей, но затем на Адониса напал в вепрь, ударил его клыком в бедро, и этот Адонис помер. Там есть разные версии, там либо в вепре превратился Арис, либо Адонису отомстила отвергнутая им Персифона. В общем, Афродита спрятала его труп в латуке, и затем смогла добиться того, чтобы он вернулся из мира мертвых в мир живых в виде цветка анимон. Теперь Адонис, его отец считается Зевс, а мать смертная женщина Семела. Поскольку это был внебрачный ребенок Зевса, его законная жена Гера негативно относилась к таким вещам, Зевс для того, чтобы спрятать вот этого Адониса от гнева своей жены, превратил его на какое-то время в козленка. Но это не помогло, Гера все равно нашла его, и в общем она его свела с ума. В буквальном смысле слова он повредился рассудком, и это является отличительной чертой и самого Диониса, и его культа, такой вот сумасшедший божок. Есть рассказы, что он даже совершал убийство, будучи возбешен. Также он сам сводил с ума тех, кто отвергал его. В одном месте, например, он поверг женщинам безумие, они бежали в горы с грудными младенцами на руках и стали пожирать их мясо. Также он отправился в поход в Индию, где, по некоторым данным, был убит Персеем и похоронен. Были у греков и другие версии о том, что там был и другой Дионис, которого пока он еще был маленький, нашли титаны, убили и сожрали. А Зевс их за это испепелил. Но каким-то образом, уже не помню деталей, сделал так, что этот Дионис снова родился, уже вот в того самого, про которого мы рассказывали. Итак, вот что представляли себе те три персонажа, которые упомянуты авторами фильма. Если вы хотя бы немножко знаете историю Иисуса Христа, как она описана в Евангелии, то вы без труда заметите, что данные персонажи отнюдь никак нельзя назвать клонами Иисуса Христа и источниками для евангелистов. Но да, они говорят, что это три версии культа Осириса. Осирис, по верованиям египтян, был изначально богом. Он не воплощался в человеческом теле. Его убил коварно его брат Сет, а затем оживил его сын Гор, вставив ему, кажется, в рот свой глаз. Но после оживления Осирис не захотел оставаться царствовать на земле и стал царем подземного мира. Как мы видим, ни Атис, ни Адонис, ни Дионис не являются версиями Осириса. Это совершенно разные рассказы. Эти истории не связывают ничего, кроме самой общей идеи преодоления смерти. Идеи, которая занимала умы человечества с древнейших времен. Что совершенно неудивительно. Люди видели смерть, понимали, что смерть – это плохо. Умирать не хотели. И по-разному фантазировали, представляли о том, как бы это могло случиться. Видели там сосны, или цветка, или перерождение, как у Диониса. Но ничего общего в этих историях, кроме этой самой широкой идеи, нет. А есть одно общее. Ни один из этих персонажей не имел праздника 25 декабря. Или хотя бы в ближайшее к этому время. Ну ладно, не будем забегать вперед, смотрим дальше. Общее у всех этих идея одно. 25 декабря рождался бог и человек, который потом помогал... На самом деле нет. Ни один из упомянутых богов не имел праздника 25 декабря. А не даже в каком-то обозримом временном периоде рядом с этой датой. И вы спросите, что же это получается? Не уязычники нам опять соврали? Да, соврали. Вот конкретные факты. 3000 лет до нашей эры по официальной хронологии. Египет. 25 декабря от Девы Езида рождается на свет гор. Я нахожу весьма забавным тот факт, что именно те люди, которые обвиняют евангелистов, и вообще христиан в плагиате образа Христа, его жизни, из-за писания жизни языческих богов, на самом деле сами совершают плагиат. И то, что вы услышали только что, и то, что вы услышите дальше, является прямым плагиатом из фильма «Дух времени». С небольшими сокращениями. Первый источник они не указывают. Так что это плагиат в полном смысле слова. Ну и, конечно, они сели в лужу с тем источником, из которого они решили сделать этот самый плагиат. Этот фильм известен просто зашкаливающим уровнем «Самые наглые лжи», которая уже многократно была показана, доказана и так далее. И вот неуязычники берут и просто повторяют с небольшими сокращениями все то же самое, что в этом фильме было сказано. Что же, давайте пойдем по порядку. Вот сейчас вы слышали утверждение о том, что якобы Бог Гор, древнеегипетский, родился от Девы Исиды. Исида не была Девой, она была женой Осириса. Уже после того, как Сет убил Осириса, Исида нашла тело своего мужа, и здесь я пущу подробности, но от своего уже мертвого мужа она зачала и родила Гор, причем в текстах прямо говорится о семени Осириса. Поэтому какая дева. Все это просто наглая ложь, сказанная с расчетом на то, что вы, дорогие зрители, не в курсе истории всех этих так называемых богов, рассказов о них, и не будете поверять все эти утверждения. Вам просто предлагается верить на слово некому безымянному человеку, который уверенным голоском под сопровождение красивых картинок вешает вам лапшу на уши. Я так делать не буду. Я вам рассказываю полную историю, чтобы вы могли сравнить и сами составить впечатление о том, насколько действительно есть или нет сходства. Кроме того, я привожу вам выдержки из Википедии. Если вам недостаточно Википедии, это ваше полное право, вы можете отправиться и читать специальную религиическую литературу, читать первоисточники, можете проверять все, что я говорю. Но вы не найдете ни одного текста древнеегипетской религии, который бы говорил, что Изида была девой. А текстов о том, что она была женой Осириса и зачела от семени Осириса, найдете достаточно. Точно так же вы не найдете ни одного указания на то, что Гор родился 25 декабря. Его рождение отмечалось в пятый день непохоминальных дней, которые приходились либо на 3-е, либо на 28-е августа. Рождается на свет Гор. В момент его рождения на Востоке загорается звезда, по свету которой три царя нашли место его рождения. Нет, ни в одном древнеегипетском тексте про рождение Гора не упоминается никакая звезда и никакие три царя. Это просто наглое вранье, сказанное намеренно для того, чтобы создать ложное впечатление о том, что якобы история Гора и история Иисуса одинаковая. А поскольку Гор почитался до Иисуса, то, соответственно, и заимствовано христианами из истории Гора. В возрасте 12 лет Гор уже учил детей какого-то богача. И снова ложь, потому что не учил Гор, согласно египетским представлениям, никаких детей, никакого богача. Да и для чего бы ему это нужно было делать, если он считался богом? Гор не воплощался в человеческом теле. Для древних египтян это все были истории про богов. В 30 принял дух посвящения от человека по имени Ан. Даже пересказать без ошибок не могут. В оригинале, то есть в духе времени, это имя произносилось как Ануб. Некий якобы был Ануб-Креститель. Что тоже является наглой ложью, поскольку это не упоминается. Такая фигура ни в одном древнеегипетском тексте. А слово Ануб, видимо, искаженное Анубис. Однако он ни во что не посвящал Горы. Это просто выдумка для того, чтобы сделать еще одну параллель с Евангелием, в данном случае с крещением Атеана Крестителя. У Гора было 12 учеников, с которыми он исцелял людей и ходил по воде. И опять-таки не было у Гора 12 учеников. И по воде он никогда не ходил. Таких рассказов просто нет ни в одном источнике древнеегипетской религии. И людей он никаких не исцелял. Единственное чудо, которое он совершил, это возвращение к жизни своего отца Осириса. Все. Другие его имена – Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь, Агнец Господень и так далее. Ну, вы уже догадались, да, что и это является наглой ложью. Нигде ни в каких текстах не называется Гор. Ни пастырем, ни Агнеза Божьим. На самом деле, автор этой идеи украл все эти элементы из Евангелия для того, чтобы приписать их Гору. А потом заявить о том, что якобы христиане украли эти элементы, позаимствовали их из истории про Горы. Ну, это как если кто-то украл у вас кошелек, а потом еще обвинил, что это вы у него украли кошелек. Вот это то, что делают творцы этих антихристианских мифов. Гора предал Тифон, после чего он был распят на кресте, похоронен, а через три дня воскрес. Тифон – это греческое имя для бога Сета. Он не предавал Гора, он убил и его отца. И Гор, когда вырос, стал ему мстить, вступил с него в битву и победил в этой битве. Его никто, Гора, не убивал, никто не распинал его. И вообще этот вид казни не был известен в Древнем Египте. И, соответственно, поскольку Гор, по представлениям египтян древних, и не умирал, то ему и не надо было воскресать через три дня. То есть, в этом рассказе про Гора мы с вами видим довольно редкое явление, стопроцентные лжи, когда каждое предложение без исключения является ложным утверждением. Поэтому этот феномен популярности фильма «Дух времени» для некоторых исследователей было интересен именно в силу того, насколько некритично люди в интернете воспринимают информацию, доверяя вот абсолютно стопроцентной лжи, не разбавленной даже капелькой правды. Еще одна история теперь в Персии. Митро – 1200 лет до нашей эры по официальной хронологии. Он был рожден девой 25 декабря. У него также было 12 учеников. Чудес творил немерено, а после смерти был захоронен. И, конечно, через три дня воскрес. На самом деле, согласно древним источникам, Митро вовсе не рождался от женщины. Он вышел из скалы уже в взрослом возрасте. Никакого множества чудес он не творил. Главное его дело – это убийство быка. Не простого быка, но сейчас не будем во все это выдаваться. Не было у него 12 учеников. И нет никаких митроэйских рассказов о его убийстве и тем более воскресении. В источниках по митроэйзму вообще нет упоминания о какой-либо смерти Митры. И да, не было ни одного праздника, связанного с Митрой, который бы приходилось на 25 декабря. Праздники Митри, которые были в античное время, совершались в сентябре и в октябре. В общем, как мы видим, неузычники бодро продолжают вешать своим зрителям на уши лапшу из стопроцентной лжи. А теперь отправляемся в Индию. Кришна родился 900 лет до нашей эры по официальной хронологии. Матерью его была дева по имени Деваки. Его приход в мир обозначила звезда на востоке. Кришна, согласно индийским верованиям, родился в семье царя Васудевы и его жены Деваки. И он у них был восьмым сыном. Так что насчет рождения девы здесь, как обычно, соврали. Родился он не 25 декабря, а согласно индийским представлениям, в пятый день месяца Шраван это в конце нашего июля. Кажется, 19 или 21 июля. Ни про какую звезду на востоке ознаменовавшую ее рождение, так же не сообщается. Творил чудеса со своими учениками. После смерти, как вы понимаете, воскрес. По индуистской мифологии он умер из-за того, что его случайно подстрелил охотник. Он завещал сжечь свое тело. И после смерти телесно он не воскресал. А вот и Древняя Греция, 500 лет до нашей эры. Это опять же дата официальной хронологии. Там родился Дионис, рожден также девой 25 декабря. Про Диониса мы уже поговорили. И как вы понимаете, здесь нам неуязычники впаривают очередное вранье. Поскольку семья ломать Диониса не была девой. Если бы она была девой, то у Геры не было бы причин ревновать к ней. Много путешествовал, творил чудеса. Например, сюрприз превращения воды в вино. Хотя Дионис считался богом виноделия, лично мне не встречалось ни одного упоминания о том, чтобы он превращал воду в вино. Ну и по поводу тех чудес, которые приписывались Дионису, мы с вами уже немножко знакомились, да? А именно то, что он вводил родителей в такое состояние, что они убивали своих детей. С чудесами Христа это не имеет ничего общего. Его называли царем царей Альфа и Омега и другими красочными эпитетами. Ну, как вы уже догадались, не называли на самом деле его царем царей Альфой и Омегой. После смерти он также воскрес. Удивительно похожие судьбы, не правда ли? Чтобы они стали похожими, нужно нагрузить целую тонну стопроцентной лжи. Если же посмотреть на оригинальные истории всех данных персонажей, то мы увидим, что они абсолютно не похожи на евангельскую историю Иисуса Христа. Пользуясь таким методом, можно устроить похожую судьбу, ну, кого угодно, с кем угодно. Например, автор этого фильма запросто может свою собственную биографию приписать Шекспиру, Гитлеру, Чингисхану. Ну, например, Шекспир родился 3 ноября, с трудом окончил среднеобразовательную школу, после чего монтировал ролики на ютубе. Чингисхан родился 3 ноября, с трудом окончил среднюю образовательную школу, после чего монтировал ролики на ютубе. Удивительно похожие судьбы, неправда. Истоки даты 25 декабря. А теперь обратимся к дате. Почему же всех их угораздило родиться 25 декабря? Все просто, эта дата прочно привязана с днем зимнего солнцестояния. Ну да, она настолько прочно привязана к дате зимнего солнцестояния, что зимнее солнцестояние никогда не бывает в эту дату. Зимнее солнцестояние никогда не приходится на 25 декабря. Оно приходится либо на 21, либо на 22 декабря. После него световой день начинает увеличиваться, а ночь становится короче. И с этим днем прочно ассоциировалось рождение нового солнца. Оно наступало на третий день после самого короткого дня в году, 22 декабря. Все это, как и прежде, выдумки взяты из потолка. И вы можете сами наблюдать, буквально недавно могли сами наблюдать, что 22 декабря солнце точно такое же, как и 23 декабря. От того, что день на несколько минут стал дольше, солнце принципиально никак не меняется. Нового оно не становится. Точно так же было и для древних людей. На самом деле 25 декабря с солнцем не происходит абсолютно ничего особенного. И все это очередное вранье для того, чтобы как-то пристегнуть к дате Рождества Христова их идею про зависимость, появление религии, а там солярных всяких явлений. Довольно старая, устаревшая, уже отвергнутая идея, озвученная еще в 19 веке и тогда же еще осмеянная. Далее авторы ролика заканчивают с плагиатом из фильма «Дух времени» и, видимо, решив омытый чем хуже, пытаются сделать абсолютно то же самое уже в применении к славянской мифологии. На самом деле множество религиозных культов по всему миру построено на природных циклах, связанных с солнцем. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что многие христианские праздники совпадают с датами, отмечавшимися задолго до появления на Руси православия. Например, День Святого Власия, покровителя животных, отмечается христианами 24 февраля и соответствует празднику языческого бога Велеса, покровителя скота. Это утверждение, как вы уже догадываетесь, также является враньем. И чтобы доказать это, у нас есть сразу два аргумента. Первый аргумент касается почитания Святого Власия. Святой Власия – это конкретное историческое лицо епископа Севастийский, который жил в конце III-го, начале IV века. Почитание его издавна распространилось как на Западе, так и на Востоке. И изначально Днем Его Памяти было 3 февраля. Однако в Византии впоследствии перенесли День Его Памяти с 3 на 11 февраля, потому что 3 февраля было слишком близко к 20 празднику Среднего Господня, 2 февраля. 11 февраля, соответственно, по новому стилю, 24 февраля сейчас. И поскольку эта дата 11 или 24 февраля по новому стилю была установлена еще в Византии, то при чем здесь славянский бог Велес? Или, вернее, Волос, но об этом подробнее поговорим попозже. В Византию населяли преимущественно греки. Греки – это не славяне. Славянские боги их не интересовали. Поэтому и никакой славянский бог к установлению даты памяти святого власия Севастийского не имеет отношения. Мы – День Памяти, что власия восприняли, как и все остальное, уже от греков. Это первый факт, который опровергает то лживое утверждение в неоязыческом фильме. Второе утверждение касается непосредственно вот того самого бога Велеса, так называемого. На самом деле у древних славян был широко известен бог Волос, который почитался как покровитель домашнего скота. Что же касается слова Велес, то некоторые ученые предполагают, что это просто одна из форм имени Волос. Но значительная часть исследователей вообще разделяют два этих персонажа. Есть также предположение, что Велес, скорее всего, был русским демоном, не имеющим ничего общего, кроме некой схожести в имени со скотьим богом Волосом. Есть и исследователи, которые говорят, что бога Велеса, в отличие от Волоса, вовсе не существовало, поскольку немногочисленные примеры употребления этого слова в древнерусских источниках гораздо лучше могут быть поняты, исходя из семантики слова «великий». Ну, как бы то ни было, бог Волос точно почитался у древних славян. И вот относительно него есть указания в источниках, в какое время был, если можно так сказать, его день. А именно сказание о построении города Ярославля упоминается, что этот день приходился на время, когда происходил первый выгон скота на пастбище после зимы. В этот день они приносили волосу в жертву теленка и телицу. И это сообщение вполне логично укладывается в идею божества покровителя скота. Первый выгон скота на пастбище после зимы вполне укладывается в логику этого почитания. Но современные неуязычники уверяют нас, что это было 24 февраля. 24 февраля и соответствует празднику языческого бога Велеса, покровителя скота. Ну да, самое подходящее время для первого выгона на пастбище. Идите, коровки, гуляйте по снегу. На самом деле на Руси первый выгон скота производился в начале мая, по-современному говорить. В это время действительно уже есть где пастись коровам, есть что им есть в полях. На это время и приходились у славянских язычников мероприятия, посвященные волосу. А дата 24 февраля никакого отношения к волосу не имела и никогда не упоминается ни в одном из источников в связи с ним. Это выдумки неуязычников. Сделанная по той же методе, что и в фильме «Дух времени». То есть они воруют из церковного календаря дату 24 февраля, объявляют ее якобы принадлежащей богу Велесу, а потом обвиняют в том, что христиане украли эту дату. День дождь бога отмечался на Руси 6 мая. Он обозначал окончание долгой зимы, начало весны и лета. Для христиан этот день стал днем святого Георгия Победоносца. Строй Георгий Победоносец – это один из самых известных, почитаемых христианских святых. Его упоминания уже встречаются в надписях 4 века. Первые жития, дошедшие до нас, относятся к 5 веку. И день его памяти 23 апреля был установлен в Восточной Церкви задолго до того, как Русь крестилась и так далее. Но если 23 апреля, как день святого великомученика Георгия, известен в древнейших христианских святцах, то есть даже с Богом этот день не связывает абсолютно ничего. Это просто голословная выдумка, фантазия современных неуязычников. Нет абсолютно ни одного исторического источника, который бы говорил о том, что у дождь Бога был день, приходящийся на 23 апреля по старому стилю, или 6 мая по-новому. Весь этот так называемый славянский календарь с датами праздников славянских богов – это выдумки наших современников. Как, собственно, и все славянское неуязычество. Мне здесь вспоминается история, которая произошла несколько лет в Малайзии. Вот один из граждан Малайзии, некий Айпин, вы можете видеть его на фотографии, организовал там свое учение новое. Называется «Небесное королевство». Последователи Айпина посчитали гигантский чайник, построенный им, про который он говорил, что он обладает целебной силой, является символом небесной мудрости, любви и так далее. Так вот, Айпин, насколько я знаю, честно говорил, что это его учение, собственно, им придуманное. Так что и последователей у него, как видите, было сравнительно немного. Наши славянские неуязычники – это, по сути, такие же Айпины. Но в отличие от своего малайзийского коллеги, они догадались, что нужно называть свои фантазии верой наших предков, которая самая древняя и изначальная, и от которой все все заимствовали. И вот если бы Айпин догадался это сделать, то у него, наверное, последователей было бы побольше. Если бы Айпин пошел по тому же пути, как и его российские коллеги, то он мог бы заявить, например, что от нашего учения, от нашей веры, все религии и все культуры мира пошли. Хотите доказательства? Пожалуйста, пойдите на кухню и посмотрите, что у вас там стоит. Чайник? Ну все. Какие еще доказательства вам нужны? Конечно, по официальной версии, как вам говорили, что это просто для заваривания чая. Но мы-то с вами понимаем, как было на самом деле. Ведь эти чайники вы получили от своих предков. Вы видели, как ваши предки это делают. Почему? Потому что ваши предки тоже чтили великий чайник. Вот это абсолютно то же самое, что делают неуязычники, в частности, и с праздниками христианскими, о чем мы здесь говорим. 22 мая день бога Ярилы, бога весны. Христиане отмечают в этот день, 9 мая по старому стилю, перенесение мощей святого Николая Весеннего. Что касается Ярилы, идея о том, что он был якобы богом весны у славян, принадлежит такому автору и драматургу 19 века, как Павел Древлянский. Многие исследователи к его идеям отнеслись скептически и объявили их фальсификацией. И хотя некоторые считали их подлинными, тем не менее, в конце концов, возобладала именно первая точка зрения. И согласно последним данным, этот бог весны – древлянского романтическая мистификация. Ну, если вдруг кто-то там, например, наши неуязыческие оппоненты скажут, а мы вот верим древлянскому, и вот как он сказал, так вот мы и считаем. Но в таком случае это тоже изобличает вашу ложь, потому что, согласно древлянскому, праздникам Ярилы было 27 апреля. А вообще же вопрос о том, кем являлся Ярилы – божеством или всего лишь ритуальным персонажем – долгое время оставался открытым. Часть исследователей считает, что нет никаких данных, что Ярилы был славянским божеством. Один из них пишет, что древние памятники совершенно не упоминают о Яриле. Одно из первых упоминаний о Яриле содержится в увещеваниях святителя Тихона Задонского, жителей города Воронеж, относится к 1763 году, 18 век. Другие исследователи склоняются к тому, что Ярила все-таки был божеством. Но в энциклопедическом издании «Славянские древности» Института славяноведения Российской академии наук Ярила однозначно трактуется как переценификация праздника. Теперь, что касается Дня памяти святителя Николая Чадотворца по поводу перенесения его мощей. Это конкретно исторический факт, хорошо описанный в том числе и современниками. В 1087 году жители города Бари забрали из города Миры большую часть мощей святителя Николая и отправились на кораблях в свой родной город. В город Бари они приплыли 9 мая 1087 года. 9 мая – это по новому стилю 22 мая. Поэтому именно в день, когда было осуществлено это перенесение мощей, и празднуется память перенесения мощей святителя Николая Чадотворца. Причем здесь может быть Ярила или вообще какой-либо славянский персонаж. Непонятно, неужели жители города Бари подгадывали перенесение мощей святителя под якобы некий никому неизвестный праздник, совершаемый восточными славянами. День Ивана Купала до сих пор празднуется у некоторых восточных славян. Посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Отмечается 24 июня. Удивительным образом совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. 24 июня – это по старому стилю. По новому стилю – это 7 июля. Здесь вот нам заявляют, что это праздник, посвященный летнему солнцестоянию. Однако летнее солнцестояние приходится на 20 или 21 июня. То есть разница порядка 17 дней. И, конечно, юлианский календарь смещается каждые 200 лет на один день. Но даже если это учесть, то тысячу лет назад разница между днем памяти святителя Иоанна Крестителя и днем летнего солнцестояния составляла не менее 12 дней. Надо полагать, это все было как-то так. Папа, папа, а что мы празднуем? Это, сынок, наш исконно славянский праздник летнего солнцестояния. Но ведь оно было 12 дней назад. Почему мы празднуем его только сейчас? Ну, промахнулись чутка. Что касается самого названия Иоанн Купала, то оно имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель, поскольку эпитет Иоанна переводится с греческого как «купатель», «погружатель». Божество Купала, впервые упоминаемое в поздней густинской летописи 17 век, является плодом недоразумения. Летописец, зная о бесовских игрищах на Иоанну Купалу, принял название праздника за имя языческого бога. Впоследствии это недоразумение было повторено переписчиками, а затем и ранними исследователями славянской мифологии, в результате чего в славянском пантеоне появилось новое божество. На деле же Купала божеством никогда не являлся и мог появиться в народных представлениях лишь как фольклорная персонификация праздника. Есть современные исследователи, которые подвергают критике вот эту идею о якобы дохристианских истоках праздника Иоанна Купалы. И можно с ними согласиться, потому что, как и в предыдущих случаях, день памяти святого Иоанна Крестителя, как 24 июня, был определён всё в той же греческой Византии. И оттуда уже взят нами после крещения. Так что вот эти заявления о том, что якобы христиане на Руси специально установили праздник святого Иоанна Крестителя в этот день, чтобы заместить некий языческий славянский праздник, который был до этого, не выдерживают никакой критики. Это была часть византийского церковного календаря, который Русь восприняла вместе со всем комплексом христианства. Что же касается осуждаемых церковью и известных из поздних сообщений, обычаев проводить разные игрища, гадания в ночь на день памяти святителя Иоанна Крестителя, то это, точно так же, как и обычаи гаданий на святки, объясняется как суеверия, наросшая уже на христианском материале, а не как якобы культовая практика дохристианских славян. 2 августа отмечается и день Бога Грома Перуна, и день святого Ильи Пророка. Именно пророк Илья после принятия христианства на Руси заменил Бога Громоверца, которого почитали древние славяне. Здесь нужно сказать, что вот данная конкретная идея по поводу 2 августа, как Дня Перуна, она была высказана академиком Рыбаковым, как его гипотеза, предположение. Академик Рыбаков действительно был ученым, однако же в его работах по поводу славянской мифологии науки было мало, а фантазии много, за что его критиковали многие другие ученые. Вот, например, отзыв археолога Клейна. За пределами своей узкой специализации ремесло Древней Руси он был эрудированным и воинствующим дилетантом. Также указывалась и несостоятельность конкретного его предположения по поводу вот этого Дня Перуна. Дело в том, что Рыбаков в качестве аргумента приводит узоры на черняховском кувшине из ромашковского могильника, который интерпретируют как календарь. Изображенное там колесо с шестью спицами он называет колесом Юпитера или громовым знаком, обозначающим якобы день Перуна или архаичного рода. Позднее Ильин день. По мнению Клейна, Рыбаков игнорировал полиэтничный, преимущественно германский характер черняховской культуры. Так что если знаки на горшках и могут рассматриваться как календарные символы, то только как германские или скифосармадские. Ну и наконец, как и во всех предыдущих случаях, день памяти пророка Ильи 20 июля или 2 августа по новому стилю, тоже пришел из Византии с древнейших времен. И он разделялся не только византийской церковью, но и некоторыми другими отделившимися от нее, например, сиро-яковийской церкви. Вот просто вдумайтесь в это. По-вашему, сирийские христиане тоже почитали день, этот как день пророка Ильи, как заимствование от культа Перуна? Рождество Пресвятой Богородицы относится к числу 12 важнейших после Пасхи праздников. Отмечается православной церковью 21 сентября. Древние славяне называли этот день праздником Рожениц и посвящали его семейному благополучию. Что касается Рожениц, были такие персонажи славянской мифологии, не богини, но что-то типа духов судьбы, являющимся к новорожденному ребенку. Отношение к ним было неоднозначное, поэтому в некоторых местах ребенка прятали от этих Рожениц. Но в отношении них из источников известно, когда был день их празднования. Это 8 января по новому стилю или 26 декабря. Но никак не 21 сентября. Никакого отношения к сентябрю они не имели. Это все тоже взято просто с потолка. Сидел вот некий дядя Вася или, скорее всего, просто Вася. И вот мучительно придумывал этот славянский календарь. И вот он дошел до сентября. Так, Рождество Богородицы, что бы здесь могло быть? Уже все боги кончились. Так, Рож, Рож. Ну, о, Роженицы были. Итак, вписываем праздник Рожениц. А мог бы этот день с тем же успехом и с малазийским чайником связать? Да, здесь, конечно, обращает на себя внимание уже привычное торжество безграмотности авторов этого фильма. Слово Пресвятой пишется через Е. Роженицы через Е это женщина, только что родившая ребенка. А персонажи славянской мифологии это Рожаницы через А. То есть даже два очень простых, очень коротких предложения человек не может написать без того, чтобы совершить ошибки в каждом из них. Что ж, видимо, таких пропагандистов и заслуживают наши отечественные неуязычники. Смотрим дальше. И, наконец, праздник Зимнего Солнцеворота, Коляда. Конечно, он имеет древние корни, уходящие в дохристианскую эпоху. Отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря по старому стилю или с 6 на 7 января по новому. Этим же числам соответствует православный сочельник и Рождество Христово. Папа, папа, а что мы сейчас празднуем? А это, сынок, наш исконно славянский праздник Зимнего Солнцеворота, Коляда. Но из Зимнего Солнцеворота произошел много дней назад. Почему мы празднуем его только сейчас? Ну, опять промахнулись. Папа, а почему мы называем наш исконно славянский праздник словом, взятым из латинского языка? Ну как, а это же импортное слово, сынок. А согласно нашим исконно славянским верованиям, импортное это завсегда лучше. Да, хотя некоторые исследователи предлагали и другие варианты этимологии слова Коляда, все-таки наиболее авторитетное мнение гласит о том, что это заимствование из латинского календы. Так назывались начальные дни каждого месяца. И что примечательно, во время этих календ в языческом Риме имела место такая аналогичная же обрядность, а именно использование масок, ряженой и так далее. Что и у славян позднее во время Коляды. Как явление ежемесячное, римские календы никакого отношения к зимнему солнцевороту не имели, точно так же, как и славянское празднование Рождества и время от Рождества до Богоявления, что и называли наши предки Коляда. Поскольку зимнее солнцестояние, как мы уже говорили, совершается либо 21, либо 22 декабря по новому стилю, между этим временем и зимним солнцестоянием было много дней и на мой взгляд вот то, что авторы этого видео делают, представляют наших предков такими тормозами, которые все время опаздывают и отмечают солнцестояние, что летнее, что зимнее, много дней спустя, ну это как-то звучит оскорбительно для наших предков. Коляда это еще и имя нового солнца. 22 декабря далеко в Заполярье за линией полярного круга умирало старое осенне-зимнее солнце. Оно называлось у древних славян Хорс или Хорст, а 25 декабря через три дня зарождалось новое солнце. Солнце-младенец, его-то и называли Коляда. Здесь уже пошел плагиат из статьи некого господина Благина, неуязычника из Мурманска. Как человек, живущий за полярным кругом, господин Благин переносит окружающие его реалии и на древних славян, которые, видимо, тоже, по его мнению, все жили за полярным кругом. После 22 декабря за полярным кругом начинается полярная ночь, которая в разных местах, в разных широтах, она продолжается от двух дней до более чем пять месяцев. В принципе, если постараться, то можно найти такую географическую точку, на которой полярная ночь будет длиться строго три дня. И вот там будет все так, как описывает этот автор. То есть, 22 декабря солнце исчезло, через три дня 25 декабря солнце появилось. Но даже если мы с вами найдем эту географическую точку и предположим, что древние славяне вдруг-то зачем-то тоже нашли именно эту точку и именно с ней, с тем, что происходит в этой точке, связали все свои верования главные, то я напомню, что видео, которое мы разбираем, называется «Семь фактов о Рождестве Христа». То есть, всерьез вы считаете, что евангелисты Лука и Матфея, когда писали о Рождестве Христовом, они сообразовывались с тем, что происходит в некой географической точке за полярным кругом. Я не знаю, кем надо считать своих зрителей, чтобы впаривать им вот такое. Еще надо сказать по поводу идеи о том, что славяне якобы почитали Коляду как бога Солнца, одного из трех богов Солнца. Это очередная ложь. Приведут цитату из энциклопедического словаря «Славянская мифология». Единой прославянской высшей мифологии реконструировать не удается. Народная традиция славян не сохранила практически никаких следов верховных божеств. Стремление поднять славянскую мифологию до уровня классических мифологий древнего мира побуждало романтически настроенных исследователей домысливать славянских языческих богов, извлекая их имена из фольклорных текстов, песенных припевов или просто изобретая их в скобочках примера Купала, Коляда, Кострома, Лада, Лель и тому подобное. То есть, это все относительно недавно выдуманное в рамках кабинетной мифологии божества, про которые древние славяне ничего не знали. Вот более конкретная статья из книги славяноведа с мировым именем Альбора Нидерли «Славянские древности». Бога Крачуна, Каледы или Усена в славянской мифологии не было. Все это лишь наименование празднеств. Так что это все идеи претрех богов Солнца, это выдумки прошлогодней давности господина Благина и, может быть, некоторых его единомышленников. К вере древних славян это имеет отношение не больше, чем малазийский чайник господина Айпина. Почему же христианские праздники идут рукообороку с праздниками языческими? Как я уже показал, рука об руку они идут только в фантазиях неуязычников. Но сейчас на основании уже прежде сказанной лжи будет делаться новый вывод. Да потому что убедить людей молиться новому богу было очень нелегко. Оставив народу любимые праздники, проповедники нового культа надеялись быстрее ликвидировать язычество. Есть такое представление действительно не только у неуязычников, но на самом деле к подавляющему большинству христианских праздников и памятных дат это не относится. И даже к масленице не относится, хотя в отношении масленицы это наиболее такое распространенное мнение или сблуждение. Но об этом сейчас говорить подробно мы не будем. Может быть когда будет масленица запишу специальный ролик на эту тему. Ну в общем и в целом христианство приходило со своим календарем, в котором каждому дню соответствовал какой-то святой. Вот они там ранее показали вот этот день Става Георгия Победоноса, день там Ророка Ильи. Каждый день без исключения в христианскому календаре посвящен какому-либо святому или же какому-либо значимому событию христианской истории. Причем распространялся этот календарь у разных народов, у которых были свои боги, свои праздники языческие и так далее. Но распространяясь этот универсальный христианский календарь не менял даты своих праздников, как я это уже показал на рассмотренных ранее примерах. Ну и, конечно, тихо-мирно это не происходило. 24 декабря 1684 года патриарх в Сеаруси Иоаким ввел запрет на поклонение калиде, то есть молодому солнцу. И снова наглая луж, потому что патриарх Иоаким в своем указе вообще не упоминает калиду, соответственно, никаких запретов на поклонение калиде, как к новому солнцу там нет. Вот перед вами на экране текст этого указа патриарха. Я не буду его засчитывать, чтобы не тратить много времени, кому надо, просто поставьте на паузу перечитать. Никакой каляда там не упоминается. Запрещаются вполне конкретные вещи, переодевания там в звериные одежды, непристойные плясания, песни и так далее. Народ не особо парился по поводу этих запретов, пока за дело не взялся Петр Первый и не заменил календарь, превратив новолетие в зимнее новогодие. Новолетие и новогодие это одно и то же. Петр Первый, кстати говоря, любил участвовать в тех самых святочных мероприятиях, которые осуждал патриарх Иоаким. Но в любом случае, какое отношение Петр Первый имеет к Рождеству Христову, ведь мы, напомню, смотрим видео «Семь фактов о Рождестве Христовом», мне непонятно. Надгробие с изображением солнца. Новаторы очень активно взялись за дело. Имеются и артефакты, подтверждающие это. В ходе работ по благоустройству Лужицкого Богородица Рождественского монастыря в Можайске оказалось, что в фундаменты возводимых построек замуровывались плиты, вывезенные с русских кладбищ. После очистки плит стало видно, что там не было привычных нам крестов. На плитах изображалось солнце, поклонение которому как раз и было запрещено новым указом патриарха в Сея-Руси и подкреплено дальнейшими мерами со стороны царской власти. Еще раз, патриарх Иоаким не запрещал поклонение солнцу в своем указе, но не потому, что считал нормальным поклонение солнцу, а потому, что наши предки и не поклонялись солнцу в то время, а потому и запрещать это не было у патриарха никакой нужды. Что касается вот этих фотографий, плит и всей этой истории про то, что там якобы какие-то очень особенные изображения, которые церковники хотели скрыть, это уже авторы взяли из книги Фоменко Иносовского «Тайна русской истории». Что здесь хочется сказать? Ребята, это так не работает. Если вам хочется какую-то идею там свою пропихнуть, что, например, якобы там слояне почитали солнце, поклонялись ему, и просто брать любое изображение круга и говорить вот-вот оно доказывает это. С тем же успехом можно сказать, что и все вот эти символы, они тоже доказывают то, что их авторы поклонялись солнцу. Что касается показанных надгробий из Лужицкого монастыря, авторы разбирамого фильма переняли от Фоменко Иносовского тот пафос, что якобы там от нас что-то скрывают и так далее. Если бы Фоменко Иносовский разбирались с том, о чем они пишут, то они бы знали, что еще за несколько лет до появления их книги была издана книга троисторических наук Леонида Андреевича Беляева «Русское средневековое надгробие», при прочтении которой становится очевидным, что ничего особенного в тех каменных надгробиях, найденных в Лужицком монастыре, абсолютно нет. В этой книге археолог Беляков пишет, что практически все народы восприняли и переработали унаследованный от поздней античности тип саркофага, при этом в число сохраняемых, хотя часто трансформируемых до неузнаваемости элементов, попал и круг, благодаря включению в него креста Хризмона и других важнейших символов, превратившийся в конце концов в общепризнанный знак, часто подменяющий собственно крест. Он есть чуть ли не на всех саркофагах Франции, Германии, Британии, Испании и, конечно, на памятниках происходящих из мастерских Византии, от которых мы и приняли христианство, напоминаю. Что касается креста Хризмона, то это крест с вписанной в него хризмой, монограммой имени Христа. И на показанных нам плитах мы вполне видим действительно аналогичный или очень похожий на него символ. Беляков пишет, что предполагать в орнаментике плит 13-14 веков какие-то дохристианские мотивы, оснований нет. Древние русские надгробия генетически и формально принадлежат к большой общности средневековых христианских памятников Европы. Как и прочие европейские художественные традиции, они восходят к раннехристианским памятникам, отражая в орнаменте древние формальные признаки саркофагов. Изображаемый на древних русских надгробиях Т-образный крест или посох широко распространен был и в надгробиях Западной Европы того же времени. Семантически все эти формы в конечном счете подчинились теме распятия и символу креста. Известно, что Т-образная форма креста издревле употреблялась в христианстве, в том числе известна была и на Руси. Так что все изображенное на этих плитах это части элементы типичных христианской, общихристианской традиции. Купола церквей Символом солнца являются и золотые купола русских церквей, хотя православные официально называют храмы золотыми куполами храмами Христа. Здесь неуязычники уже начинают нам, христианам, объяснять, что якобы мы на самом деле имеем в виду, когда строим храмы с куполами. Якобы это в честь солнцу, которому мы поклоняемся. С тем же успехом мы чайники на наших кухнях, это в честь чайника господина Айпина. Но даже если бы вдруг мы предположили, что действительно золотые купола это символ солнца, причем здесь Рождество Христово. Видео называется «Семь фактов о Рождестве Христовом». Они это ставят как шестой факт о Рождестве Христовом. То есть это как евангелист Лука по их мнению проходил мимо русского православного храма, залюбовался на золотые купола и сказал «Пожалуй, я теперь знаю с чего мне начать мою новую книгу Евангелия». Мне не покидает ощущение, что я комментирую просто бред, причем в медицинском значении этого слова. Поток бессвязных образов, беспорядочно всплывающих в воспаленном сознании тяжелобольного человека, это вот как раз то самое описание, под которое идеально подходит видео, которое я комментирую. Я знаю, что как и под другими моими роликами, где я разбирал аналогичные антихристианские мифы, будут комментаторы, которые напишут ну и зачем вы тратите свое время на опровержение такого бреда? По той причине, что, к сожалению, среди наших современных находятся те, кто верит этому бреду. Сотни тысяч уже посмотрели это видео, десятки тысяч поставили лайки под ним. Вот это видео можно просто как лакмусу в бумажку использовать. Например, при приеме на работе. Просто вот показать, человек посмотрел, лайк поставил, на IQ-тесте можно сэкономить, уже все ясно. Затем зрители пичкают выдумками о том, что якобы славяне верили в небо, как в Богородицу, которая рождает к леду. Это они насчет голубых куполов говорят. А про зеленые куполы, а тут они превзошли самих себя. Храмы с зелеными куполами официально называются храмами сошествия Святого Духа. Однако и этот необычный цвет напрямую соотносится с Солнцем. Знакомо ли вам такое понятие, как зеленый луч? Это необычное оптическое явление, вспышка зеленого света, которая возникает в момент исчезновения или появления солнечного диска над горизонтом. Для того, чтобы наблюдать зеленый луч, необходимы три условия. Открытый горизонт, да, необходим открытый горизонт, обычно море. Ну, Россия же это островное государство, и мы, как и наши предки, постоянно наблюдаем морские закаты. Даже не хочется всю эту чушь комментировать, но вы просто представьте, что христианин, человек, верующий во Христа, в учении в православной церкви, строит православный храм, зеленым покрасить. Я спрашиваю, а почему зеленым? Я ему говорю, ну, знаешь, в море, если смотришь, как садится солнце, то иногда можно увидеть зеленый луч. И строитель спрашивает, ну, при чем здесь купол церкви, которую я строю? Он говорит, ну, как, ну, мы же поклоняемся солнцу на самом деле, а тут луч у нее становится зеленый. Ну, не видишь связь? А вы как видите эту связь? А вот автор и фильм увидит. Представление о сошествии Святого Духа с небес было связано именно с наблюдением зеленого луча, испускаемого восходящим или заходящим за горизонт солнцем. Когда ты думаешь, что авторы фильма уже ничего не могут сказать бредовее, чем то, что они уже сказали, то они непременно находят возможность тебя удивить. Как вот, например, в этот раз авторы действительно превзошли сами себя. Но оценить, насколько это феерический бред может только человек, который знает христианское учение хотя бы немного, и знает, что Дух Святой это ипостась нематериального Бога, никакого отношения не только с зеленым лучом, но вообще ни с какими оптическими явлениями, то есть явлениями материального мира он не имеет. Это просто очередное наглое вранье. Кресты и солнце И уж совсем, казалось бы, нонсенс, но главный символ православной веры, крест на самом деле достаточно далек от христианства. Православный крест это еще одно подтверждение тому, что именно солнце в трех своих апостасях, Каледа, Ярила и Хорст было важнейшим символом на Руси. Во всех христианских странах кресты на церквях обычные, но в России они особенны. Многие выполнены так, что как будто бы изображают распятое солнце. Вот как это комментировать, а? Христос был распят на кресте и по вере христиан тем самым принес себя в жертву за наши грехи, чтобы нас спасти. Поэтому распятие с древнейших времен стало главным символом христианской веры. И главное, еще несколько минут назад авторы этого фильма считали точно так же, когда они сказали, что вот на этих надгробиях нет крестов, как должно было быть у христиан. А сейчас, несколько минут спустя, они говорят, что на самом деле и крест тоже не христианский знак. Но опять-таки, при чем здесь крест и Рождество Христово? Это седьмой фактор Рождествия Христовым? Ну, что касается формы крестов, да, вот те кресты, которые они показали, это сияние, исходящее от креста. Это сияние, подчеркивающее значение креста, это не солнце. Связь креста и солнца прослеживается в этимологии слов крест. Так в Древней Руси обозначали огонь. Слова крест и крестьянин являются родственными этому слову. И крестьянами на Руси во все времена называли исключительно землепашцев и никогда представителей знати. Хотя и те, и другие придерживались одной христианской веры. Поэтому утверждение церковников о происхождении слова крестьянин от слова христианин несостоятельны. И слово крестьянин от слова христианин производят отнюдь не только церковники. И назывались в древности этим словом отнюдь не только сельские жители. В значении поселянин, податный поселянин, землепашец слово христианин начинает употребляться только с XIV века. До этого оно имело смысл житель русской земли. А еще ранее с X века христианин, то есть крещеный, принявший христианство. В болгарском языке слова христианин так и пишется как крестьянин так кого же прославляют христианин сына божьего рождение которого толком не упоминается даже в библии или молодое солнце которое символизирует ежегодное и такое важное для всей планеты возрождение жизни понятно что разбираться в этом захочется не всем тут как говорится доказательства и факты ничего не изменят для тех кто о них знать не желает эти заключительные слова авторов ролика выглядит просто как издевательство над зрителями и над здравым смыслом сколько они там до 50 раз солгали за ролик который длится чуть более 11 минут при этом что-то говорят про факты и доказательства вот я по фактам показал что это ложь одна непрекращающаяся ложь при этом борьбового характера но меня удивляет не то что такие видео появляются на самом деле уделяет меня на самом деле вот то когда ты эти видео разберешь это ты показываешь по фактам что вот здесь и здесь лгут в комментариях потом появляются люди которые говорят ну что а я все равно вот им буду верить понятно что это там не христиане там и так далее но я ведь тоже не всегда был христианин я помню себя в то время когда я не был христианином я хорошо помню что мне и в то время не нравилось когда мне лгут а вот современные эти не христиане которому нравится когда ему лгут лишь бы это было про христианство ну скажем так они мне очень удивляют но это конечно их право да если кому-то нравится как там было у классика обмануть меня несложно я сам обманываться рад ну тогда пусть и дальше смотрят эти видео